Привет! Меня зовут Кира, и я решила сделать парочку DIY-видео, попробовать себя в этой сфере, так сказать. Поэтому советую подписаться, чтобы не пропустить ничего интересного, особенно мои фейлы. Потому что я искренне сомневаюсь в том, что у меня действительно получится хороший DIY. Недавно мне захотелось получше организовать пространство с моими материалами. Ну, типа навести порядок, чтобы всё было нормально, под рукой, ничего не приходилось искать по полчаса. И сразу возникла проблема. Бумага. Бумага постоянно теряется, путается друг с другом. Ну, там, для акварели, для пастели, графика и так далее. И поэтому, ну, даже если они хоть как-то разложены, всё равно возникает проблема с поиском нужной бумажки. И я решила заказать себе вот такие вот боксы. Но чё-то дороговато на самом деле это выходило. И самое разумное решение проблемы — зайти на Алиэкспресс. Да, на Алиэкспрессе они стоили по 150 рублей за штуку, что тоже как-то, ну, не знаю, за кусок картона. Но доставка стоила 300 рублей. И за один бокс получалось 450 рублей. Это как-то слишком дорого. Поэтому я решила соорудить их из того, что есть у меня дома. И заснять это для вас. Я сделаю два варианта боксов. Один из переплётного картона. Да, он немного дороговат сам по себе, но он у меня валяется, поэтому можно сказать, что он бесплатный. И второй вариант, это самый дешманский — это картонки из помоек. Или мой вариант — картонки из по-пиццы, которые я накопила за хреновую тучу лета. Даже одной десятой этих пицц не ела, а коробок у меня унь. Я искренне надеюсь, что сработают оба варианта, но надежда мала. Так что давайте проверим. Так, надо поставить деревяшечку, чтобы у нас не сосрать стол, которому и так очень и очень плохо жить вместе со мной. На нём уже есть царапки. Так, у меня есть схемка. Вот такая. Если будет нужна, напишите в комментариях. Я выложу в одну из своих соцсетей. Первым делом нам нужно расчертить всё это в натуральную величину. Первым делом я решила заняться переплётным картоном, потому что он выглядит приличнее. И я думаю, с ним будет немного приятнее работать, чем с коробками из-под пиццы. Вот, всё, наконец-то есть фокус. Слава богам. Так, мы расчерчиваем всё как надо. Линейкой, аккуратненько. Так, хоп-хоп-хоп. Всё готово. Желательно, конечно, экономить переплётный картон, потому что штука всё-таки не такая уж и дешёвая. И когда он мне понадобится, закупать его мне, конечно, не очень будет хотеться. Я решила тут, короче, конкретно зачертить всё пространство, что есть. И приступаем ко второй картонке. Ну, в общем, да, суть, вы поняли. Нам нужно вычертить все детали, которые будут у этой коробочки. И заодно сразу размечу карандашом на коробке из-под пиццы. Чтобы, ну, сразу всё сделать и не париться вообще. Да, с коробкой из-под пиццы сразу начались проблемы, потому что она ребристая. Карандаш скачет, линии скачут, всё скачет, всё бесит. Но выживаем как можем. Всё-таки, если делать дешманский диайвай, то он скорее будет именно про коробки из-под пиццы, чем про переплётный картон. И я не посчитала, но у меня есть предположение то, что такие коробки из переплётного картона обошлись бы мне, если бы я покупала этот картон, даже дороже, чем заказать эти коробки на Алике. Ну, это не точно, конечно, но есть такое предположение. Да, у меня немного будет скакать свет, потому что дело всё на самом деле долго, и, как вы понимаете, оно ускорено. Поэтому сразу приношу свои извинения за скачущий свет. Так, с переплётным картоном сразу возникли проблемы, потому что, как вы понимаете, это материал очень тугой. И приходилось по 5-6 раз водить скальпелем по нему, чтобы прорезать в нём дырёхи. Ну, потом я, конечно, поняла, что я идиотка, и заменила лезвие в скальпеле, и отпиливаться оно стало за 3 раза, а не за 5. Но, однако же, всё равно работа очень тяжёлая, напряжённая, пальцы побаливают потом после этого. Но зато у вас есть очень прочный материал, который, ну, не волосит, хотя, вот, да, я сейчас вижу, да, волосит. Но он будет очень крепко держаться. И сразу на глаз, что есть толщина для клеевого слоя. Чего нет у той же коробки из пиццы, потому что у него все края, они как бы сужаются, когда вы их разрезаете. И очень сложно, мне кажется, там попасть. Ну, это так, чисто на глаз. Вырезаем сразу все детали, само собой, ничего не оставляем, но потом, потому что потом будет вообще впадло. Поэтому расчленяем всё сразу. Если вы рисуете, напишите в комментариях, как вы храните свои бумаги. Потому что меня раздражает вечный хаос именно в этой сфере, так сказать. У меня есть отдельная полка для больших бумаг, А3 и более. И вот те, которые А4 и менее, они просто такие раскиданы, где только можно. Но по стопочкам, типа акварельные здесь, для пастели тут, а всё, что неугодное, то, что пригодится только для графики, в третьем углу. Ну, я уже приступила к коробке из-под пиццы. Режется она, само собой, просто значительно легче. С одного разреза, а не с трёх, как минимум. У нас выстекаются фигуры. Но, как вы сами понимаете, если материал режется с такой простотой, то он, соответственно, больше будет подвержен повреждениям всяким. И не факт, что будет таким уж хорошим в эксплуатации. А я приступаю к проклейке. Я решила не просто промазать это клеем, а ещё и закрепить скотчем, чтобы, во-первых, она всё схватилась в той позиции, которая мне нужна. А во-вторых, ну, не факт, что клей реально возьмёт такой маленькой полоской довольно такую, ну, обширную, обширное изделие. Я решила всё-таки потраховаться и придерживала, фиксировала всё это малярной лентой, чтобы ничего не упало. Ну, на самом деле, да, я не продумывала, где клеить, как клеить, куда клеить. Я всё делаю сейчас на бум, на глаз. У меня не было никакого сценария действий. Ну, у меня там были простые действия. Вырезать, склеить, снять всё это, озвучить, смонтировать и выложить. Но каких-то более подробного плана у меня не было. Так, кстати, клей у меня из фикс-прайса, чтобы, как бы, больше, ещё больше удешевить всё это производство. Клей из фикс-прайса меня, на самом деле, подвёл. Он склеил мои, блин, пальцы. Потому что он протёк каким-то непонятным образом. У него начало течь не вот из этого маленького соплышка, а просто, типа, по стенке. Размазывала мне всё по рукам. И у меня были руки в такой, типа, клеевой слюде. Долго отмывалась. В гугле, кстати, есть, по-моему, 10 методов оттереть клей от рук. И от клей из фикс-прайса ни один метод не помог. Я чисто в итоге сдирала это всё с рук. Не повторяйте моих ошибок, пожалуйста. Вы можете остаться без кожицы. Вот. И, кстати, да, от большого количества клея из фикс-прайса у меня начали слезиться глаза. Возможно, это что-то страшное. Ну вот, я сделала первый короб. Оставляем его сохнуть. И начнём-ка мы с вами делать короб пиццевый. Пиццный. То же самое делаю. Закрепляю скотчем и уже начинаю бояться, потому что конструкция начинает коситься уже. Коробка из... Ну, хотя можно попробовать ещё раз сделать из этой коробки, чтобы, типа, реабилитироваться, может, как-то. Вот этот клей мне, по-моему, потёк. Да, там ещё, видите, типа, такие рекламки. Я их не выбирала. Я просто разрезала пиццы на квадраты, когда готовила коробки, ну, к дальнейшему хранению. И вообще, я на этих коробках обычно акрилом рисую, но чем чёрт не шутит, давайте и коробочки сделаем, так сказать. Ну, в общем-то, я всё склеила, и я решила, само собой, украсить всё это и не нарисовать, а обклеить своими паттернами, которые я делала. Сначала я очищаю всё это, весь лишний скотч, оставляю, само собой, что-то, потому что я боюсь, что это всё рухнет. Печатаю на самоклейке свои паттерны, вырезаю лишнее и начинаю пришпандоривать всё это дело к моей коробочке. Сразу скажу, то, что паттерны у меня были сделаны абсолютно неверно, потому что это мои первые паттерны, и я не знала, как их сделать. Ну, вот этот с коллопендрами, он ещё норм. Его довольно легко стыковать, но вот паттерн, который пойдёт на коробку из-под пиццы, он отвратительный. А, да, и мой принтер был на последнем издыхании, и мне пришлось допечатывать по четвёртому листу. Я сначала распечатывала только три, почему-то понадеялась, что этого хватит, но пришлось допечатывать четвёртый. И он уже немного отличался по цвету. И в итоге всё-таки он у меня по кругу и не сошёлся. Но это малозаметно, и, ну, это уже не суть, на самом деле, и потому что... Да кто это заметит, господи, это даже никто не увидит. Это моя коробочка, и я на неё особо смотреть не буду даже. Ну, я, да, я не особо как-то стыкую прям так шикарным плюсом ещё ко всему. И столкнулась опять-таки с проблемой то, что я взяла не очень такую самоклейку, и она не клеилась, ну, углом. То есть, когда загибала, мне приходилось ещё подстраховывать всё это дело скотчем, малярной лентой. Потому что иначе всё это отклеилось, что у меня до сих пор... Вот сейчас он стоит уже доделанный, и он до сих пор стоит с этим скотчем, потому что если я отклею скотч, то вся эта конструкция просто рухнет. И вся самоклейка отклеится. Ну, вот, кстати, на камере не особо заметны эти стыки. Ну, а зато видно, что я немножко под углом наклеила. Ну, и ладно. Это мой первый раз. Я себе это прощаю. Сейчас я, кстати, заклеиваю дно. Там плохо видно, но я просто вот как раз малярной лентой подстраховываю дно, чтобы паттерны мои не отклеивались. И завершаем всё это дело. Да, мне просто потратить целый лист на переднюю часть. Это просто зверское расточительство. Я потом просто буду квадратики друг на друга клеить. Вообще кофем. Можно, кстати, с таким же успехом эти коробки заклеить, типа, стикерами. Ну, как это называется, забомбить. Забомбить. По сути, то же самое получается. Только здесь у меня такой, типа, дизигн получился. Коробочки. Ну, а стикеры. У меня получился, типа, дизигн как моего личного бренда. Везде у меня сейчас обои, задний план. Обычно на сайтах именно с этими скалопухами. Вот. И получился такой чисто гиеновский бокс. Чисто гиеновский органайзер для бумаг. Как это называется, с тех пор не знаю. Ну, да ладно. Я начинаю обклеивать пиццную коробку. Она получилась очень кривой. Прям максимально кривой. Кривее сделать я, наверное, ничего не могла. Она выглядит отвратительно. И я даже не надеюсь, что самоклейка это как-то исправит. Но в свою защиту, в защиту этой коробки, хочу сказать, что даже несмотря на то, что она похожа на Франкенштейна, она все равно будет служить... Она будет служить своим целям. Ну, типа, в ней можно будет хранить бумаги, даже несмотря на то, что там кое-где торчат углы, или там она покосилась, бумага в ней будет чувствовать себя прекрасно. Ну, я так думаю. Да, вот с глубями у меня вообще промах. Типа, это очень кривой паттерн сам по себе получился. Даже не паттерн, а просто, типа, рисунок. Потому что он не стыковывается. Вот. И очень обидно, конечно, за этот паттерн. Поэтому я просто наклеила на обум все это. Ну, не особо заметно, кстати, получилось, что меня... Ну, ладно, ладно, вот здесь так видно. Опять-таки, я только учусь делать эти штуки, поэтому не сказать, что мне очень позорно, что это так выглядит. Тем более, что это не штуки на продажу, это штуки лично для меня. Просто приятные мелочи для моего рабочего стола, так сказать. Если вы хотите написать в комментариях, что у меня великолепная съемка и все видно, милости прошу, потому что я сама так считаю. Ну, короче, мы все сделали. Теперь осталось просто наполнить этих... Страшилищ бумагой. Я один буду использовать для бумаги для акварели, под акварель, и там осталось пастельное стоять. А вторую я заполню бумагой для всего-всего на свете, короче. Бумагой для графики, типа... Бумагой для графики и всего, что можно вообще придумать. Оказалось, что у меня их на самом деле не так уж и много, и половина из того, что стояло, это просто мусор. Ну, а зато у меня теперь есть крутые боксы, и можно покупать много крутой бумаги, потому что они теперь будут стоять очень красиво и очень организованно. Вот так вот это выглядит. Ну, что, вышло, то вышло. Да, получились немного франкенштейны, и отчасти это из-за обклейки. Они будут служить за тем, зачем я их сделала, поэтому я считаю, что этот DIY можно считать удавшимся. Отчасти. Надеюсь, это видео сможет вам помочь когда-нибудь, если вы тоже захотите как-нибудь упорядочить свои бумаги. Подписывайся на мои соцсети, куда я выкладываю свои рисунки. Все ссылки в описании этого видео. На Boost, например, я сливаю процесс создания своего нового комикса, уже третьего по счёту, в качественной кной о том, как не могу настроить стрим. Но это отдельная боль, и, возможно, я когда-нибудь расскажу о ней. Спасибо большое за просмотр, лайк, комментарий. Скоро увидимся. Продолжение следует...